Сажать деревья Лучше обрывать не целиком Но вот так вот на каждой веточке по чуть-чуть оставляете Если плохо обдирается, можно секатором снимать Но тут листик хороший, его можно и так Вот так приблизительно оставляем Делаем это для того, чтобы при пересадке дерева корневая система нарушается Соответственно уменьшается питание самого дерева И чтобы ему не кормить лишний лист, мы его просто освобождаем от этого Очень важный момент это прививка дерева Ее ни в коем случае закапывать нельзя, иначе может произойти загнивание ее Сажать приблизительно вот так, чтобы прививка была выше уровня почвы Вот так выглядит пенек Вот так вот прививка Пенек лучше направлять в сторону севера Север у нас там, соответственно дерево будет у нас располагаться вот так Ну теперь начнем копать яму Большую яму можно не копать Но если есть желание, будет только лучше Минимум яма должна быть вот такая Снимаем верхний слой Потом, впоследствии, можно будет это дело обкопать Но для начала, если особенно кто-то торопится Можно этого и не делать Первый слой обычно Более-менее плодородный Его можно перемешивать с грунтом Который у нас плодородный То есть, либо вы покупаете, либо используете торф Множество вариантов может быть Обязательно смотрите, чтобы не было никаких комков Это очень важно Иначе будут образовываться пустоты у корней И может происходить загнивание корневой системы Что может привести даже к гибели дерева Весь процесс показывать не буду Думаю, вы справитесь и без меня Как выкопаю Тогда продолжим видео Сразу скажу, что Вот первый штык Земля плодородная Ниже обычно идет глина То есть, копаем приблизительно два штыка Здесь корневая не очень большая Но желательно, чтобы была глубина ямы Больше, чем корневая система Чтобы в первые годы Дерево было куда расти Яму я выкопал Теперь необходимо Это все хорошенько перемешать Чтобы у нас получилась Однородная масса Здесь я мешаю с торфом Не стоит осенью злоупотреблять Различными удобрениями Потому что дерево Должно уже готовиться к зиме Расти ему не нужно Никакого азота добавлять не нужно То есть, минимум подкормки Размешал Никаких ни комков Ничего нету Земля как пух На дно ямы Можно засыпать Или перегной Компост Допустим, навоз То есть, все что угодно И лучше просыпать Нашей землей Чтобы сразу растение Не брало питание Потому что сейчас это не нужно Корневая система весной проснется Начнет рост И возьмет все, что ему необходимо Так, теперь Приступаем непосредственно к посадке Все делают это по-разному Я считаю Что лучше сначала проливать Потом притапкивать Проливаем яму Не жалеем воды Чем больше, тем лучше Так Я использую корневин Для лучшей приживаемости корня Есть различные другие препараты Можно либо в воде его растворять Можно сыпать на корень Разницы большой нет Я делаю вот так Корневин способствует лучшему Образованию корней Лучшей приживаемости Дерево Так, сейчас Отвезу Удобнее это все делать вдвоем Но можно и одному Обязательно Обязательно учтите Что когда вы все посадите У вас все равно Земля еще даст усадку Поэтому изначально Дерево располагайте выше Чем нужно Чтобы Примерно вот настолько Земля даст усадку Зависит конечно от грунта Ну примерно Поэтому располагайте Чуть выше чем нужно По лопате можно посмотреть Где у вас будет прививка Приблизительно дерево у вас должно В конце концов Вот так быть Но мы его расположим Приблизительно вот так Так Закапываем Корни не должны смотреть вверх А должны смотреть Вниз Соответственно потом Можно его чуть-чуть Дерево подтянуть Наверх Чтобы корень поднялся Повыше До конца лучше не закапывать Достаточно будет вот так Поднимаем Пенек в сторону севера Не забываем Прививка смотрит на юг Сейчас польем Подождем пока вода Осядет Вместе с грунтом Можно пойти Попить чайку К примеру Подождать минут 15-20 И потом Когда вода уже уйдет Мы продолжим посадку Итак Прошло Примерно 15 минут Земля у нас Слегка утрамбовалась Вся корневая система Хорошенечко Напиталась землей Теперь можно Слегка присыпать Землю И Притоптать Если не присыпать У вас будет слишком Ботинок Хлюпать Вот видите Еще не все ушло Можно Еще подольше В принципе Подождать Но Мы уже не будем Сядется и так Так И Засыпаем яму Еще Практически До конца Я предпочитаю Проливать яму Не один раз Чтобы максимально Почва была Увлажнена Дерево Дерево Можно поправить Оно еще Так И еще раз Поливаем Можно будет Еще подождать Чуть-чуть Можно подтащить Она в принципе Уже хорошо И еще Немножко Подождем Вода уйдет Сейчас Еще Подольше Что-то она Медленно уходит И Тогда уже Притопчем Еще раз И уже Досыпем до конца В принципе Сейчас я могу Вам сразу Показать Как Поставить Установить Колышек Значит Чтобы корневую Систему Не повредить Ставим Под углом Я предпочитаю Колышек Не ставить Вообще Достаточно В первый раз Хорошо Посадить Ровно И дерево Как правило Никуда Уже Не нагибается Но У кого На участке Сильный ветер Там Какие-то еще Может быть Причины Может быть Собаки Там Кто-то Огораживает Вот Тогда можно Поставить Все-таки Колышек Когда Если я Ставлю Колышек Я предпочитаю Делать Бандаж Его Надолго Оставлять Не нужно Чтобы Ничего Тут Не загнило Достаточно Двух Трех Недель Если Бандаж Не одевать А просто Как многие Делают Восьмерочкой Я Считаю Что это Неправильно Очень часто Повреждается Кора Дерева Без Бандажа Вот Примерно Вот так Завязываем Если Саженец Большой Можно В двух Местах Сделать То есть Вот он Никуда Уже Не денется Сейчас Подождем Вода До конца Уйдет Тут уже В принципе Нормально Вот То есть Все Очень Очень Здесь Влажно Прививка У нас Находится Выше Пенек Направляется В сторону Севера То есть Вот так Будет Максимально Правильно Посажено Дерево Можно Я думаю Уже Досыпать Землю Чуть Чуть Не хватило Не рассчитал Пусть Будет Даже Небольшой Бугорочек Земля Все равно Повторюсь Даст Еще Усадку На этом Все Надеюсь Что Все Понятно Постарался Объяснить Как можно Проще Еще Один Момент Вносить Удобрение В зиму Лучше Не стоит Единственное Добавляйте Супер Фосфат Приблизительно Через Неделю Две После Посадки На этом Все Надеюсь Данное Видео Было Полезно До Новых Встреч Продолжение следует Продолжение следует